привет любимые мои любимая вами рубрика неудобные вопросы но прежде чем я начну приглашаю заглянуть в описании к этому видео там вы найдете ссылку на телеграм-канал афиша афиша взрослых блогеров блогов для блогов для взрослых это я шифрую для youtube потому что здесь цензура чтобы ничего мне не удаляли новые страйки не прилетали потому что цензура меня замучила на любил на любые темы отношения кекс свинг вечеринки знакомства в пьюр ну то есть все что угодно вот любые ваши любимые темы доминация подчинения там тоже есть я на youtube эту тему избегаю потому что youtube не любит эту тему я не хочу терять канал не хочу терять ролики поэтому но в telegram это все есть вы можете перейти афиша чем удобно там как бы анонсы большого количества разных каналов вы можете их все посмотреть лучшая статья автора описание о чем данный канал заглянуть почитать и уже подписаться на те которые вы выберете вот такие самые интересные именно авторские блоги не какие-то выдержки из google надерганные знаете вот тупые какие-то просто фразочки пять советов как улучшить свою интимную жизнь вот этой фигни там нету там именно авторские блоги вот как люди от себя пишут о своих отношениях личных настоящих открытых свинг и вот вот это вот все все такое разное кукол ты там тоже есть отношения поэтому все переходите читайте мой блог там тоже есть он так и называется аморальная штучка поэтому мой канал вы найдете в этой же афиши в том числе что она переехали так как я забыла нет я не забыла ладно первый вопрос были ли вы в отношении с женатыми жены которых вас знали да мне была такая интересная история познакомилась я с мальчиком пока свой списочек здесь поставлю познакомилась мальчиком ему было на тот момент 26 лет по моему мне где-то 20 20 я первые пару месяцев вообще не знала что он женат потому что ну ничто не предвещало он до двух до трех ночи мог со мной тусоваться по вечерам подолгу поздно вечером висеть со мной на телефоне часами по выходным тоже он был доступен я могла ему свободно звонить когда захочу то есть не было как обычно жена ты говорят ты мне там во столько-то не звонили сама первая не звонишь дикой да я сам тебе позвоню вот это вот все всего этого вообще никаких признаков мне потом когда через два месяца выяснила что жена ты мне заявляет так слушай но я тебе не врал просто я тебе не говорил а ты не спрашивала если ты сразу спросила я бы тебе сразу честно ответил но ты же не спрашивала если конечно такое обломанное чувствовала я как бы и замуж тогда не стремилась не планировала но как какая то как то так неудобненько получилось и я спросила как жена она вот знает о том что я у тебя есть он говорит ну как тебе сказать я и прям очень подробно не рассказывал но когда я куда-то ухожу если я из дома ухожу к тебе например даже в 9 вечера он мог выйти и перейти ко мне и она мне спрашивает куда ты пошел я я отвечаю я к любовнице но говорит жена наверное считает что я шучу то есть вот видишь ну я же не не врю а то что как она воспринимает это уже ее проблемы такой вот заметили хитренький мальчик на на хромой кобыле не подъедешь да и у нас была с ним такая ситуация когда мы под елочками вечером уже поздно часов 10 11 наверное мы очень любили в теплое время года где-то на улице придаваться каким-то таким интересным делам и в общем мы сижу я на корточках под елочкой занимаюсь очень интересным делом с ним и тут такой свет в глаза ппс-ники а он мне шепчет слушай я не хочу вам денег давать поэтому если ты не против давай мы все таки проедем я говорю окей а у меня такое азартное настроение говорю окей они мне тоже обломали я тоже на них злая и мы поехали в отделение за решеточку нас закрыли и давай угрожать взяли вот документы что-то там листают говорят сейчас мы твоей жене позвоним такой звоните серьезно сейчас позвоним ну звоните они такие смотрят на нас странно как-то непонятно то есть пузырь достали жене позвоним ну тут вообще деньги срываются ну ладно будем звонить они звонят жене рассказывают что вот словили вашего мужа под елочкой с любовницей за такими-то такими-то занятиями не помню чё там жена ему ответила ну вернее и ну как бы я я не помню что он мне потом рассказывал что она там отвечала эти пппс-ники после этого чё-то там пошу шукались пошу шукались и выпустили нас ну то есть все денег с нас срубить не получилось а особо держать тоже наверно каких-то особых оснований не было и мы ушли такие посмеиваясь ппс-ники так переглядываются что-то вообще какая-то странная парочка странная жена вообще ничего не понятно и как он мне потом рассказывает ну то есть жена поняла что вот эти все предыдущие ситуации когда он говорил пошла пошел к любовнице это все было на самом деле правда они какие-то там шуточки отмазочки она ему сказала ну все я теперь буду каждое утро тебе оральное искусство устраивать это я для ютуба подбираю фразы ну чтоб ты по елочкам не бегал со всякими любовницами ну и что хватило ее только на три дня после этого она сказала ой все короче надоело мне надоело мне это оральное искусство ведь все иди к любовнице и видимо мы продолжали встречаться получается она продолжала знать ей было достаточно пофиг но у них будут крепкие отношения последняя информация которая у меня была о них это то что еще где-то четыре года назад они все еще были женаты ну то есть видимо после меня еще у него были какие-то любовницы но жена оставалась женой и как раз наверное вот это ее лояльность к тому что происходит и она не устраивала некие скандалы как бы у них было все нормально причем он был достаточно такой состоятельный мальчик он хорошо зарабатывал и со временем он там и все мои родственникам квартир накупил в общем нормально она себя чувствовала и не было такого что вот бросай гулять я разведусь с тобой день не хотелось так часто как ему ей было вполне удобно что у него кто-то еще есть и в то же время видите их отношения оказались достаточно стабильными поэтому вот даже в те годы еще не было таких понятий как открытые отношения никто не знал таких слов про эти все форматы негде было почитать но реально люди их уже применяли вот интуитивно они все равно какие-то такие решения для себя находили что у них сохранялись абсолютно нормальные хорошие отношения они знали о том что кто-то еще у кого-то есть и и спокойно нормально причем она ему подумал в бизнесе начала помогать пока когда у меня еще были с ним с ним с ним с ним отношения она никак не имела отношения к его бизнесом а позже он уже и в его магазинах начала подрабатывать и общем как-то так они уже завязались уже какую-то часть бизнеса он на нее переписал так что он там такая парочка продуманная была с обеих сторон и он хитрый и она хитрая так второй вопрос были ли у вас истории когда вы попадали в отношении с нарциссами ну прям с такими нарциссами прям совсем нарциссами нарциссами вот прям когда у человека серьезное расстройство личности я не не попадала либо очень быстро из этого выходила если вот что-то такое попадалось потому что у меня такой характер что я не могу вот эти все нарциссические обесценивание выдерживать ну то есть я не тот человек который терпит если мне что-то такое скажешь вот как нарциссы любят говорить какие-то обесценивающие фразочки как какое-то унижение демонстрировать демонстрировать что там рассказывать что я что-то им должна какие-то в своим ну вот эти вот свои правила нагромождать что ты должна сделать какие-то операции пластические или ты еще там что-то нужно или ты должна похудеть или ну короче или ты не так суп посолила вот это все вот эти такие какие-то нарциссические придирки постоянные вот все с тобой не так вот ты вся неправильная вот поменяйся для меня и тогда я может быть тебя полюблю вот со мной такое вообще не прокатывает как только я что-то подобное слышу я могу тут же схватить любой предмет попавшийся мне под руку и в человека это тут же ну просто оборвать его его психологические нападки на меня вот даже вот каким-то физическим воздействием я же где-то снимала ролики я говорила что но может быть я психопатка у меня действительно достаточно сильно выраженные психопатические черты личности в том числе вести подобный youtube канал рассказывать так свободно на такие запретные темы табуированные нужно обладать достаточно сильным таким психопатическим радикалом и вот этот мой психопатический радикал он просто напросто не дает возможности вот этим всем нарциссическим нарциссическим личностям в полной мере раскрыться в моем присутствии но в какой-то мере практически во всех моих партнерах не во всех но почти во всех вот этот нарциссический какой-то контекст он все-таки присутствовал то есть у них это было не как расстройство личности а как я просто не психолог да я вот этими всеми терминами не очень сильно владею а как такая черта личности которая активизировалась в стрессовых ситуациях и в ситуациях когда они впадали в такую слабую позицию вот когда у них что-то долго не получалось или у них начиналась какая-то депрессия или ну что-то что-то шло не так и вот в этот момент вот человек чувствует себя уже таким как бы слабым и он начинает вот впадать вот эту какую-то нарциссическую травму не до полного расстройства но начинают проявлять какие-то нарциссические черты в том числе и вот по отношению к окружающим тоже могут начаться какие-то такие действия фразочки тот же газлайтинг газлайтинг же не обязательно только нарциссы и психопаты используют газлайтинг могут использовать и нормальные обычные люди просто попадая в какие-то такие для себя некомфортные стрессовые ситуации вот у них могут активизироваться вот эти вот все какие-то такие манипулятивные штучки вот из своей слабости они начинаются начинают как бы защищаться от этого внешнего мира и вот вдруг начинает что-то такое проскакивать так вот в своих мужчинах я замечала что вот как раз вот в таких вот ситуациях может быть это было связано в том числе из-за того что я очень долгое время не умела оказывать поддержку мужчинам я считала что они должны проживать свои проблемы когда самостоятельно почему это происходило со мной еще там можно долго разбираться можете сниму какие-то отдельные ролики на эту тему я с психологом с психотерапевтом прорабатывала этот вопрос и вот он как бы вышел на поверхность что в в моменты трудности я как бы принимала позицию такой холодной снежной королевы которая оставляет мужчину решать его проблемы самостоятельно я поняла что это неправильно зря я так делала и уже в моих текущих отношениях я стараюсь вести себя по-другому хотя все равно иногда я впадаю в эту ситуацию ну как не в ситуацию в это состояние какой-то такой отчужденности но потом я вспоминаю о том что вот это это неправильно и это действовало разрушающе на моих партнеров вот когда я так поступала с ними они вот впадали вот в эту свою нарциссическую какую-то часть она у них была но она у них не была такой огромной чтобы это было такое хроническое расстройство личности чтобы это прям всегда транслировалось нет в нормальном состоянии они это были вполне чуткие люди эмпатичные хорошие партнеры во многих по многим параметрам хорошие партнеры но вот когда вот что-то такое начинало происходить вот они проявляли какую-то свою слабость вот они могли начать и мне делать больно вот какими-то такими высказываниями которые можно было бы отнести к нарциссическому поведению вот и у второго мужа это было и у первого мужа они могли и газлайтинг иногда включить но другое дело что со мной это все не очень сильно прокатывает потому что я во первых я не поддаюсь газлайтингу я сразу его вижу я сразу же его возвращаю партнеру то есть я говорю вот я когда даже не знала этого слова газлайтинг не знала этого понятия определения я все равно говорила нет вот вот такие-то такие-то факты это было вот так а сейчас ты говоришь иначе ну то есть ты специально перекручиваешь все и я не поддавалась влиянию этого газлайтинга никогда ну и со мной вот эти все манипуляции они невозможно были если меня начинают обесценивать я ты на это тоже обязательно реагирует причем я нет на это реагирую агрессией я могу ударить мужчину большого сильного так что он даже не даст мне сдачи то есть он у меня мужчина начинает бояться и ну то есть я я не ну и я могу уйти то есть я уйду и хлопну дверью жертвы нарцисса они находясь в отношениях с ними поддаются вот это вот нарциссическому воздействию и они стараются выслужиться они пытаются вернуть вот то хорошее что было раньше да они вот я сейчас изменюсь я начну хорошо себя вести и тогда он опять тоже станет принцем я так не делаю я хлопаю дверью или бью посуду или что-то еще но я не ведусь на эту игру то есть я в эту игру не играю вот поэтому прямо находиться в отношениях с такими серьезными нарциссами вот которые у самого начала отношений вот эту свою сильную нарциссическую часть всячески демонстрируют я не могу мы с ними как бы играем не в одну и ту же игру и вот у меня была такая ситуация был парень вот он тоже он нельзя сказать что это прям такой нарцисс при нарцисс нет но у него сильна была вот это вот нарциссическая его часть причем даже не обязательно в моменты слабости вот вроде бы все было нормально в его жизни ничего такого еще не предвещала мы с ним встречались даже жили вместе и я помню мы сидим с ним в кафе еще сидят какие-то другие мужчины гуляем меня постоянно приглашают на танцы мне постоянно говорят комплименты ну то есть мне оказывают много внимания потому что я высокая видная длинноногая и вообще женщин было не так уж и много в тот вечер в том кафе в общем мне очень много внимания уделяли это все так плюс-минус по-дружески без перехода каких-то границ но тем не менее и он такой сидит ну видимо ему нужно было как-то меня осадить вот этот и вот это вот нарциссизм его в этот момент вот так вот прям возобладал над ним и он такой ну ты конечно умная но не очень конечно красивая но не очень и сидит сам себе такой улыбается довольны тем что вот он мне такое сказал а я сижу и думаю пошел ты и достаточно быстро после этого не в тот вечер нет но я вот эту фразу его запомнила вот попытку меня бесценить если бы я была девочка которая которая любит нарциссов и которая притягивает этих нарциссов и начинает потом бесконечно вариться в отношении с ними я бы наверное попыталась как-то его переубедить добиться от него того чтобы я все-таки была очень красиво в его глазах чтобы он наконец-то мне сказал эти слова но это не моя история я в этих случаях просто посылаю человека нафиг а кстати еще как у меня случай был я как-то шла по улице я помню еще так красиво оделась такой ярко-алая кофточка с брючками такими была на мне каблучки вот и все в таком ярко-алом цвете иду такая красивая волосы развиваются двадцать-двадцать-двадцать с чем-то лет у него волос небольшим и подходит парень и парень тоже очень красивый прям как с обложки журнала он ко мне подходит девушка можно с вами познакомиться как это еще правильно так со мной начинает разговаривать так приятно все такой боже боже принц подошел и сначала мне так все нравится я иду он уже идет рядом со мной мы как-то разговариваем разговариваем и он начинает просить у меня номер телефона а я все еще как-то сомневаюсь давать не давай то есть начинаю как-то так какие ну не то что сомневаюсь я какие-то ничего с ним какие-то ничего тяну время чтобы не так легко ему досталось красавчик такой подошел сейчас я буду перед ним расстилаться наверное и так штабелями девочки там лежат и я как-то так тяну время и тут он вот благодаря тому что я потянула немножко это время он мне выдает такую фразу то есть он выдал себя с потрохами по-моему я как-то спросила а зачем зачем тебе это нужно то есть вот смысл с какими целями ты вообще знакомишься он мне говорит ну женщина это визитная карточка мужчины а ты такая яркая и красивая я не помню дословно как он сказал он дал мне понять что я очень хорошая претендентка на то чтобы быть его визитной карточкой мне как холодным душем обдало я такая о нет какой бы то ни был принц он действительно он настолько был ухоженный молодой мальчик немножко старше меня но меньше 30 лет ухоженный красиво модно одетый боже и это и все так красиво стелил пока он эту фразу мне не сказал и меня как холодным душем обдало и я сразу же ускорила шаг и отрезала нет вам вообще не побудете до свидания и убежал я практически убежала от него вот это был как раз вот этот прям нарцисс нарцисс то есть вот когда вот с самого начала это вот какой-то такой очень красивый ухоженный человек и вот он очень красиво умеет подойти и вот все так все так на уровне но он он выдал себя вот этой фразой что женщина это визитная карточка мужчины это абсолютно полностью нарциссическая фраза и вот по этой причине я никогда не попадала в отношения с такими прям очень жесткими нарциссами клиническими потому что они слишком быстро в моем присутствии выдают свою сущность и я просто ну я туда даже не вхожу но какие-то такие вот немножко раненые с какими-то с каким-то нарциссическим радикалом все-таки притягиваться может быть потому что у меня он тоже присутствует но он в моем случае тоже не такой не абсолютный то есть я я однозначно не страдаю нарциссическим расстройством иначе бы я перед каждым выходом в эфир ходила на укладку наняла бы себе косметолога выходила бы с идеальным макияжем я бы никогда не набирала лишний вес как как последнее время да ну и так далее так далее то есть я была бы всегда идеально кстати мне иногда вы спрашиваете чуть-чуть это за пятна а у меня такой прикол я пудра вот это вот тональный крем пудра иногда остается на руках а я такая немножко рассеянная я могу где-то не до конца вытереть или тут же попудрится что-то поправить на лице и не заметишь что у меня и когда я надеваю синюю одежду постоянно это с синей одеждой происходит я начинаю ее поправлять и вот эта пудра потом отпечатывается хотя если бы я белую начала поправлять но я помню просто что она же белая и точно нельзя вымазать а вот на синий очень часто у меня я начинаю поправлять и у меня вот здесь вот пятнышки такие от пудры и от тонального крема и я не всегда их замечаю вот если бы я была нарциссом я будут любую точечку заметила я бы ни в коем случае не вышла так в эфир и я потом отсняв ролик иногда замечаю это пятнышко но думаю сейчас с телефона все смотрят наверное не все обратят внимание кто обратит внимание наверное им будет интереснее то что я рассказываю вот если бы я была нарциссом и я бы этот ролик в эфир не выпустила я бы пересняла заново понимаете то есть но в то же время наверное если бы во мне не было совсем никакого нарциссического радикала я бы не стала блогером и я бы смогла либо я бы смогла выходить в эфир вообще без макияжа а так я вот я и не люблю краситься но я крашусь перед эфиром поэтому вот как то так у меня с нарциссами дела обстоят и третий вопрос чем занимаются ваши дети сколько лет как контактируете у меня два мальчика 10 и 15 лет чем они занимаются старше занимается музыкой гитара и фортепиано он сам захотел он это все любит потом вот он с недавнего времени занимается с репетиторами по математике украинскому потому что тут с этими военными действиями с переездами с эмиграциями вот образование прям ушло в никуда и ему очень нравится тоже я не контролируете все занятия я просто их оплачиваю он сам все делает то есть я его ну я не стою над душой и не требую отчетов что он там сделал и как он сделал то есть это полу полностью его ответственность моя задача это организовать и оплатить все с музыкальной я тоже его не трогаю он захотел в нее ходи все он ходит я не контролирую сколько он там занимается какие он оценки получает у меня это все не должно волновать в том плане в плане отчетности то есть ему нравится ему по кайфу все хорошо так дальше еще он хорошо разбирается в технике вот он недавно разобрался самостоятельно нигде не обучается тому как винду установить какие-то программы установить винду установить вот это вот все он сам разбирается сам понимает как что сделать сейчас он учится уже монтировать ролики и я думаю потихоньку потихоньку он освоит тоже как как что делается тоже на youtube пытается делать и монтировать ролики там выкладывать и потихоньку на этом может быть начнет зарабатывать младший в музыкальную школу не ходит но у него очень хороший слух и голос вот я его хочу отдать не отдала потому что тоже вот он первый год ходил потом начались эти все военные действия и накрылась медным тазом для просто для для малышей отменили эти все занятия сейчас уже можно ходить но из-за эмиграции возвращение тоже не до этого было наверное оформлю у старшего нет такого хорошего голоса и слуха как у младшего но тут и просто искренне любит музыку и он прям искренне и занимается а младшего от природы хорошие данные и хорошо с ними так контактирую мы ходим гулять вместе со старшим и еще в спортзал последнее время ходим вместе то есть он ходит на тренировки я хожу внутри в один спортзал ходим тренируемся вместе на прогулке иногда ходим вместе разговариваем обсуждаем что-то свободно спокойно вместе дулин у нас абсолютно нормальная вполне дружеские отношения с детьми и обсуждать мы можем абсолютно любые темы так ну какие увлечения у него нет таких прям увлечений он очень общительный это такой ребенок который вот если ему где-то и реализовываться в какой-то сфере где есть очень много общения он умеет находить подход ко всем людям он такой очень контактный иногда мне говорит что он хочет стать психологом он реально смотрит какие-то психологические ролики он термины эти все знают мне начинает рассказывать про про краски прокрастинацию когда я правильно сказал а вот он правильно это слово говорит представляете прокрастинация прокрастинация короче вы поняли я говорю а ты знаешь что означает это слово да мама я знаю начинает мне объяснять знают что такое газлайтинг значит такое сублимация вот это он все насмотрится насмотрится этих психологических всяких роликов и потом мне рассказать в 10 лет он мне рассказывает психологические термины психологические расстройства разные представляете так что очень может быть вот так вот длинные роли получился что я про нарциссов так очень много долго рассказывала но я надеюсь вам все равно было интересно несмотря на то что долго обязательно не забудьте подписаться на афишу кекс блогеров там нет цензуры там нужно все писать и говорить как она есть и там такие реально очень откровенные блоги на разные разные темы есть что выбрать поэтому обязательно переходите по ссылочке под видео мой блог вы тоже найдете в списке этих блогеров я всех люблю целую обязательно задавайте мне новые вопросы под видео в комментариях я все комментарии читаю и возьму ваши вопросы для следующих выпусков пока пока